Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Псалтири Царя Давида. «Господи, помяни Царя Давида и все круто сего». В православной толковой Библии дается информация о 70-м Псалме, которое сегодня мы будем читать. Означенный Псалом в еврейской Библии не имеет надписания имени автора. У 70-ти же и в Ульгате он приписывается Давиду, причем добавляются сынов Иона Вановых и первых пленшихся. Достоверность надписания о принадлежности Псалма Давиду опирается на те заимствования, которые он представляет в своем содержании. Из Псалмов, точно принадлежащих Давиду. Так он, 70-й Псалом, сходен с Псалмами 21, 30, 34, 40, 68 и 108. Этот Псалом имеет надписание по септуагенте в переводе Юнгерова «Псалом Давида, сынов Инодавовых и первых пленников». Не надписан у евреев. Ну и такое же надписание по септуагенте и в церковно-славянском. На еврейском он читается «Беха, Адонай, Хасити, Аль, Эвоша, Леолам». Получается, «В тебе, Господи, укрытие обретаю, не буду престижен вовек». Но мы уже знаем, что если Псалом не имеет надписания, то даже в еврейской традиции он связывается с предыдущим Псалмом. Этот Псалом имеет 24 стиха. И мы читаем. «На тебя, Господи, я уповаю, да не постожусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня, преклони ко мне ухо Твое и спаси меня». Что значит «преклони ко мне ухо Твое», то есть «услышь мои молитвы». Если бы было сказано «возри на меня», это бы означало объективно оценить ту ситуацию, в которой я оказался. «На тебя, Господи, я уповаю, да не постожусь вовек. По правде Твоей, то есть по истинности Твоих судов, избавь меня и освободи меня», то есть своим правосудным решением. «Преклони ко мне ухо Твое, услышь мои молитвы и спаси меня». «Будь мне Богом, защитником и крепким местом для спасения меня, ибо Ты твердыня моя и прибежище мое». Вот третий стих немножко сложный. Посмотрим, как он звучит с еврейского. «Будь мне скалою, обителью, куда приходить мне всегда. Ты велишь спасти меня, ибо мой утес и моя крепость Ты». Поэтому, когда по септуагенте мы читаем «защитником и крепким местом», «будь мне» имеется в виду, как скала, которая становится местом убежища для нас, когда Господь сообщает нам о свою защиту, свою поддержку. «И далее, Боже мой, избавь меня от руки грешника и от руки законопреступника и обидчика». Ну, главный грешник – это, конечно, антихрист, и главный законопреступник и обидчик верующих – это тоже антихрист. Поэтому эта молитва, она относится к самым тяжелым временам, «когда воцарится главный грешник на земле». «Ибо Ты, упование мое, Господи, Господи, надежда моя от юности моей». Действительно, в некоторых молитвах присутствует такое выражение «от юности предан я Тебе, услышь меня, Господи». И среди верующих есть много таких, которые из детского возраста, из детска, они преданно служат Богу, молятся, призывают Его святое имя. «На Тебя уповаю», как бы восклицает Давид, «от юности моей», то есть от самого нежного возраста своего. И шестой стих. «На Тебе утвердился я от утробы, от чьего матери моей». То есть сначала он говорит о юности, как и о нежном возрасте, а потом он говорит, на самом деле раньше «на Тебе утвердился я от утробы, от чьего матери моей. Ты мой покровитель, а Тебе письма моя всегда». Действительно, когда мы были в утробах наших матерей, Господь уже имел замысел о каждом из нас. Когда еще ни одного дня не было в нашей жизни, Господь уже сосчитал все дни, предназначенные для нас. И как бы мы родились на Божий свет, если бы не были зачаты, если бы роды прошли бы неудачно, мы не стали выкидышами, мы живыми вошли в этот мир. «Для многих я стал, как бы, дивом, для многих я стал, как бы, дивом, по-славянски, яко чудо, то есть предметом удивления. Но Ты, крепкий помощник мой, да наполнится уста мои, хвалою Тебе, да воспою славу Твою во весь день великолепия Твое». Что это за день? Во весь день имеется в виду во все дни жизни. А почему сказано день, а не дни? Потому что жизнь так стремительно пролетает, что день за днем, день за днем, это выглядит как один день. И далее мы читаем «Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать крепость моя, не оставь меня». Вот это моление, оно близко очень многим пожилым людям. Мы боимся старости. Мы думаем о том, а кто же позаботится о нас, а кому мы будем нужны в нашей старости. А не покинут ли нас наши дети, не сдадут ли они нас в какой-нибудь дом престарелых, который потом превратится в крематорий очередной. Не дай Бог. Но Давид знает, что Бог заботится о нем от дни юности его, и более того, от утроба матери. Бог покровительствует ему. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать крепость моя, то есть я буду не способен сам защитить себя, и даже обеспечить себя, обслужить себя, не оставь меня тогда. Я рекомендую этот псалом читать пожилым людям или людям, которые входят в пожилой возраст. «Ибо враги мои говорили мне, и подстерегающие душу мою совещались вместе, говоря, Бог оставил его, преследуйте и возьмите его, ибо нет у него избавителя». Действительно, иногда люди со стороны смотрят на нас. Один у нас недуг, другой у нас недуг. И им кажется, может быть, они правы в оценке нашего состояния. Может быть, это Бог наказывает нас. Но наказание Божие – это действие божественной любви. Вот этого они не учитывают. Кого Бог любит, того Бог наказывает. «Боже мой!» восклицает Давид. «Боже мой!» То есть «мой» в том смысле, что «я с тобой отчаял матери, одни юности, не удаляйся от меня, Боже мой!» То есть «ты, который ведешь меня от чьего матери, одни юности, не удаляйся от меня, Боже мой! На помощь ко мне поспеши!» И вот эта тема «поспеши» по-славянски «вун ми!» «Услышь», то есть «быстро!» «Да постыдятся и исчезнут клевещущие на меня, да покроются стыдом и срамом, ищущие мне зла». А почему клевещущие покрываются стыдом и срамом? Господь обычно посылает таким людям именно такие грехи, в каких они обвиняют других людей. Это как бы некий закон. «А я всегда буду уповать на тебя и умножать всякую хвалу тебе». А как это будет происходить? Давид далее объясняет. «Уста мои будут возвещать правду твою всякий день, спасение твое, ибо я не познал книжного искусства». А это о чем? Феодорит пишет. «Таковы писания и наук не вместило таковых писаний и наук не вместило естество мое, а буду лишь во храме песнословить тебя». Давайте посмотрим, как это звучит с еврейского. Значит, «По субтогенти уста мои будут возвещать правду твою всякий день, спасение твое, ибо я не познал книжного искусства. А мои уста расскажут о праведности твоей всякий день, о твоем спасении, ибо тому я не знаю числа». То есть тут здесь как-то перекликается книжное искусство и знание числа. А с чем это связано? Скорее всего, с тем, что в еврейском, точно так же, как и в славянском и в греческом, буквы, они же числа. А числа, они же буквы. То есть каждое слово имеет числовое значение, то, что называется гематрия. «Войду во храм в силе Господней». То есть своих сил не хватает. А вот с помощью Божьей войду во храм. «Господи, буду вспоминать правду Тебя, единого». Вот в чем правда, это вера в божественное единство, то есть исключительность Бога. «Боже мой, чему Ты научил меня от юности моей и до ныне сие буду возвещать». А что это такое? Чему Бог его научил от юности и до ныне, если не познал книжного искусства? «Чудеса Твои». Буду возвещать чудеса Твои. То есть те чудесные перемены, которые от Бога произошли в моей жизни. «И даже до старости, до глубокой старости, Боже мой, не оставь меня, пока не возвещу о силе Твоей всему роду грядущему». Вот здесь Давид поясняет, в каком случае Господь может продлить годы нашей жизни, когда мы будем их использовать для того, чтобы возвещать о великих делах Божьих. А иначе зачем Богу продлевать наши дни. «О силе Твоей и правде Твоей, Боже, простирающейся до вышних, до вышних, то есть обнимающей землю и небо, велики дела, которые Ты створил для меня, Боже, кто подобен Тебе?» То есть он прежде всего говорит о том, что Бог сотворил с ним в его жизни. Бог, который оберегает его отчево-матери, от дней юности. Боже, кто подобен Тебе? И 20 стих, «Сколь многие и лютые скорби посылал Ты мне». То есть Господь посылал это для вразумления Давида. «И снова оживлял меня». То есть скорби были настолько страшны, как будто я умирал. «И снова оживлял меня, от безд земли возвел меня». То есть опять из могилы вытаскивал меня. «Многократно являл на мне величие Твое и снова утешал меня, и от безд земли снова возвел меня». И в окончании Псалма Давид молится такими словами. «Посему я буду прославлять Тебя среди народов, Господи, на орудиях псаломских истину Твою, Боже, воспою Тебе на гуслях святых Израилев». То есть не просто буду прославлять, буду петь о чудесах Твоих. «Возрадуются уста мои, когда будут воспевать Тебе и душа моя, которую Ты избавил». То есть он находит удовлетворение. Душа его радуется от самой возможности прославлять Бога. И последний стих. «А также язык мой весь день будет возвещать о правде Твоей, когда постыдятся и усрамятся ищущие мне зла». То есть есть за что благодарить Бога. Бога, который бережет его отчая его матери, до дней старости и дает ему долгие годы жизни, чтобы он прославлял Бога, не умолкая. Немного доброго года. Редактор Продолжение следует...